МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире 60 минут о самом-самом-самом главном. Итак, точка, хотя вернее, наверное, будет сказать троеточие, ведь будет обжалование в самом громком деле о коррупции в современной России. В России столичный замоскворецкий суд вынес приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, признанному виновным в получении взятки размером 2 миллиона долларов. 8 лет колонии строгого режима, и те самые 2 миллиона долларов, 130 миллионов рублей, взыщут с Улюкаева в виде штрафа. Признать Улюкаева Алексея Валентиновича виновным в совершении преступления предусмотрено частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере однократной размера суммы взятки 130 миллионов 433 тысяч 400 рублей. Взять его под стражу в зале суда. Данный приговор, который сегодня был оглашен, является проявлением верховенства закона неотвратимости назначения наказания лицу, который переступил закон, вне зависимости от занимаемой должности. Обратили вы, наверное, внимание на часах бывшего министра наклейка в виде божьей коровки. На удачу дочка приклеила, прокомментировал сам Улюкаев еще до вынесения приговора к ведомостям. Он также заявил, что следствие, цитата, сшило черное дело белыми нитками. Сторона защиты намерена обжаловать приговор. Да. И крупная контртеррористическая операция ФСБ в Санкт-Петербурге. Выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки ИГИЛ, которая планировала взорвать Казанский собор. Уже в эти выходные задержано 7 членов запрещенной в России международной террористической организации. Изъята взрывчатка, а также стрелковое оружие и боеприпасы. В Ангаре находится 3,5 тонн. Это что такое? Взрывчатые вещества. Тяжелый напал! Врага на защиту! Напал! Смотрите, внимательно. Белый порошок. Слава Богу, что всё так закончилось. Теракт, если верить официальным сообщениям, должен был быть совершён завтра, в субботу в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе. Ну и главная международная новость этого дня. Российские и американские лётчики в Сирии едва не вступили в прямое военное столкновение, когда самолёт F-22, вопреки соглашениям, пересёк реку Ефрат, вторгся в воздушное пространство, подконтрольное российским ВКС, и в буквальном смысле открыл стрельбу в сторону нашего штурмовика Су-25. К счастью, не ракетами открыл стрельбу, а так называемыми, но тоже имеет значение, тепловыми ломушками. Отстрелами. Конечно, мешая, это важно, обратите на это внимание, атаковать разрозненные остатки ИГИЛ. Представители Пентагона сообщили, что два российских штурмовика пересекли доконфликтную линию в небе над Сирией. Русские всё чаще стали пересекать эту линию, которая проходит по реке Ефрат и разделяет проамериканские и пророссийские силы в Сирии. Военные говорят, что иногда русские самолёты пересекают реку Ефрат по 8 раз в день. Истребители F-22 совершили несколько манёвров с тем, чтобы убедить пилотов Су-25 покинуть нашу доконфликтную зону в воздушном пространстве. При этом они выпустили тепловые ловушки непосредственной близости от российских самолётов, а также неоднократно пытались связаться с россиянами по каналу экстренной связи, чтобы сообщить российским пилотам о необходимости покинуть этот район. — Ну понятно, что это версия американская. Михаил Михайлович Ходорёнов, наш военный эксперт, в деталях разберёт и расскажет, что происходило на самом деле, покажем на моделях самолётов. Ну и понятно, что истребителям прикрытия пришлось стогнать незваного гостя. Это F-22 Raptor, Stealth. Ну и, конечно же, американская сторона немедленно заявила, что это российские самолёты нарушили границы американской зоны безопасности, американской зоны безопасности в Сирии. В общем, абсурд. — Где их вообще-то быть не должно, в принципе? Ещё один нарушенный договор, подорванные доверия и голословные обвинения, к которым уже начали привыкать, но не нужно привыкать. И так уж совпало, что буквально на днях был разоблачён главный геополитический обман новейшей истории. В США рассекречены документы Центрального разведывательного управления, которые дословно приводят обещание лидеров Запада Горбачёву о том, что НАТО, цитата, «не на дюйм не продвинется к западным границам России», и тогда ещё понятно СССР. Знаменитое высказывание госсекретаря Бейкера «не дюйма на восток» было всего лишь одним из целого каскада обещаний НАТО о безопасности СССР во время встречи с Михаилом Горбачёвым 9 февраля 1990 года. Госсекретарь США Джеймс Бейкер в тот день официально заявил, «Вашингтон готов дать железные гарантии того, что границы НАТО не сдвинутся не на дюйм в восточном направлении в обмен на сотрудничество со стороны СССР в деле объединения Германии». Также обсуждали и экспансию НАТО в контексте восточноевропейских стран. Например, глава британского МИДа за несколько дней до встречи заявил, что русские должны иметь гарантии, что польское правительство, например, не присоединится к НАТО на следующий же день после того, как выйдет из Варшавского договора. На что в этой связи хотелось бы обратить внимание, то есть никакие договоренности не работают. Обещают на словах «не работает». Из этого мы исходили все это время, рассуждая на тему расширения НАТО на Восток. Опубликовали документ, то есть зафиксировано на бумаге, тоже не работает. В этой связи важно процитируем фразу, которую приписывают Бисмарку. Ну вот, обращаем внимание, приписывают не факт, но тем не менее. Известная, знаменитая «Не надейтесь, что единожды, воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами, и когда они придут, не надейтесь на подписанные вами и иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написано, поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть. Александр Вячеславович, в этой связи, когда русские придут за теми самыми своими дивидендами, но это же хамство? То есть мы за деньгами когда придем? Тогда, когда... Смотрите, что делают Соединенные Штаты? Я допомню к Клаузевице, если уж вы уминули бисмарка, что политика – это квинтэссенция экономики. Америке необходимы были эти рынки, это доминирование. Америке необходимы территории, потому что гегемония – это доминирование в экономическом плане, в политическом, в информационном, в идеологическом. Америка это получила. Америка получила слабую страну, слабую Россию, которая уже не считала врагом. Она считала себя победителем. А с побежденными не разговаривают. Вот и всё. Что происходит дальше? Россия показала, что у нас есть армия, что мы готовы гарантировать свой суверенитет своими вооруженными силами, своей экономикой, и мы готовы отвечать. К сожалению, пока в экономике у нас нет такие большие возможности для ответа, зато мы показали, что мы готовы отвечать в военном плане. И вот та же Сирия, вот те же самолёты, которые мы видели, что это означает? Вот есть такой закон в политике. Любая страна, которая использует свои вооружённые силы для решения тех или иных задач, она должна добиться полной победы. Если она не добивается победы, она теряет силу. Вот в Сирии, России добилась победы, Америка не добилась победы. Америка там проигрывает. Значит, если она проигрывает там, надо где-то компенсировать. Поэтому вот то, что мы видим красное, это лимитрофные государства. Это та зона влияния. И самое страшное, что НАТО открыто говорит, вот так же открыто, это Марк Тонбери, представитель комиссии Конгресса по военным делам, что главная задача НАТО в Европе – это сдерживание пятой колонны, которую называют пятой колонной русскоязычное население, это полицейские операции и необходимость создания плацдармов для переброски оружия, чтобы дальше сдерживать Россию. Вот это проблема. И вот когда мы это поймём, тогда мы можем отвечать. Как отвечать? Во-первых, своими результатами, во-первых, своей экономикой. Делать так, чтобы все эти страны лимитрофные поняли, что есть Россия, и если вы сотрудничаете, вы выигрываете. Если вы в конфронтации, вы проигрываете экономически, потому что экономика важнее политики. Можно, да? Экономика, да, всё-таки важнее политики. Ну, Бисмарк – это XIX век, да, Россия тогда показывала потрясающие темпы экономического развития и провела эффективные экономические и политические реформы Александра II, после которого мы вернули то, что потеряли во время Крымской войны, когда Горчаков отменял ограничительные статьи Парижского мирного договора, и мы становились сильнейшей державой. Сейчас мы таковой не являемся. Друзья мои, хочется вам сказать следующее. Что сейчас хочет сделать Соединённые Штаты Америки? Помните, как Черчилль и Сталин делили Европу? Они взяли листочек бумажки, написали кому что, отдали друг другу, и Сталин сказал, держите у себя, я вам верю, всё нормально. Это были Ялтинско-Потсдамские договорённости. Тот самый мир, в котором… Сейчас, сейчас, сейчас. Это тот самый мир, в котором мы живём сейчас, и в который попытались клиниться новые договорённости после развала Советского Союза, на которые вы сейчас ссылаетесь. Какие-то, значит, договорённости Бейкера, Будапештский меморандум или что-то ещё. США хочет отменить этот подход, потому что США действует исключительно в однополярном мире. Но мы не способны это сделать. Я хочу вам напомнить определённые слова, то, что было сказано в 41-м году. 14 июня 41-го года наш министр иностранных дел Молотов сказал следующее. Только идиот может подумать, что Германия способна напасть на Советский Союз. 14 июня 1991-го года. 22 июня 1991-го года слова, которые были сказаны Молотовым, министру иностранных дел Шулибургу. Мы этого не заслужили после того, как Германия вероломно напала на Советский Союз. Чего вы хотите сейчас? Чего хочет Россия? Чего хотят русские? Они что, верят всем этим документам? Это ровно такой же договор с дьяволом, который мы когда-то заключали. Друзья мои, вы говорите об экономике. А договор есть какой-то? Договор с дьяволом? Никакого договора нет, такого сильного. Сейчас, секундочку, я закончу. Друзья мои, когда вы произносите свои очередные мантры про экономику, Единая Россия, Коммунистическая партия или что-то еще, пока не будет в России изменена политическая система, пока не будет баланс политических сил и нормальные конкурентные выборы, пока не будет подобных пресс-конференций, которые мы наблюдали вчера с аплодисментами всех стоящих в студии и всего народа, мы никогда не разовьем свою экономику. И мы также будем верить тому, что происходило, а потом плакать по этому поводу и говорить, как же так, вы двигаете границы НАТО, вы же нам обещали. А после этого будем говорить о том, что мы этого не заслужили, когда развалят нашу страну. Если вы хотите этого, продолжайте рассказывать свои мантры про экономику. Наменять нужно политическую систему и проявлять политическую волю. Очень интересно, Никита Олегович. Если кто-то не будет промысл президентской кампании сейчас, то после этого Соединенные Штаты Америки в течение двух-трех лет развалят нашу страну. Только, наверное, не аплодисменты в нашей студии или на пресс-конференции влияют на неразвитие российской экономики и удивительный какой-то вывод. Здесь же, наоборот, речь не о развитии экономики, да, хотя это, безусловно, один из самых важных факторов. Здесь речь идет как раз о праве сильного, о котором вы так вот громко сейчас говорите. И право сильного в отдельных областях, оно, естественно, применяется и приносит свои ощутимые плоды. Конечно. Крым. А что, подождите, о чем мы сейчас обязательно поговорим, вы только что сказали. Крым, я извини, Крым это право сильного, Донбасс право сильного. Давайте вспомним то время, что происходило. Вот вы реально верите, что если бы был письменный договор, что-нибудь изменилось? Ничего не изменилось. Конечно бы изменилось. Горбачев сдавал все. Если говорить о выводе советских войск из Германии, я как раз в Германии был и разговаривал с теми, кто участвовал как представители в этих переговорах. Они готовы были миллиарды марок платить нашим войскам за то, чтобы построили жилье для военных. Ведь за копейки все сдали. Горбачев готов был сдавать все. Он сдал не только нашу страну. Горбачев сдал все страны Варшавского договора. Вообще у нас нет какой-то усредненной версии. Одни говорят, что очень хороший, другие, что очень плохой. Вот среднего мнения нет. Как вы спросили? Все сдали, все сдали. Значит, с точки зрения, с кем соблюдают договоренности? Письменные или формальные? С кем соблюдают? С сильной страной. Берем Советский Союз. Карибский кризис. 62-й год. Были ли какие-то письменные договоренности между Кеннеди и Хрущевым? Не были. Вывели ракеты, но Америка прекратила попытки совершить государственный переворот на Кубе. Считаются сильными. А у нас экономика. Никита, не надо уходить от экономики. В основе лежит экономика. Есть сильная армия, но с другой стороны у нас три четверти нефти продается за рубеж. В советское время одна четверть, и в основном странам социалистического лагеря. Сейчас они перекроют это, и это будет серьезное воздействие. Ты ничего не перекроешь, что бы не перекрыли? Наши деньги лежат в медитанских облигациях. В основе любого политического процесса и мощи государства и экономика. Нам надо заниматься экономикой. Надо бороться с бедностью. Надо развивать свои предприятия. И тогда нас будут уважать. И тогда можно с Трампом вести переговоры. Не нужно никакие бумаги, если мы будем сильными. Посмотрите, Китай. Трампа, политика Трампа перед выборами. С Россией будем движеть, с Китаем надо противодействовать. Выборы проходят, он становится президентом и понимает, что Китай это первая в мире экономика по темпам роста. И разговаривает, договаривается. А нам, истребители, попытка в Сирии фактически свести нашу победу на нет. То есть это вся политика Трампа. Нужна сильное государство с сильной экономикой. Знаете, проблема в чем... Вы просто похоронили российско-американские отношения. Мы правильно понимаем, что мы исходим из того, что мы настолько недостойны, что и разговаривать с нами нет смысла, ничего не выйдет. Но раз у нас экономика дурнает. И развивать экономику. И дай плохой пример. Китай объявлен врагом. Россия объявлена врагами. Причем Китай объявлен главным врагом. И Америка приняла концепцию полуторной войны. Сдерживать Россию в Европе. Сдерживать Россию на Ближнем Востоке. Но основные силы перебрасываются в Юго-Восточную Азию. Китай главный противник. Китай тот, кто может быть. Когда он объявлен врагом? Недавно визит Трампа. Заключенные соглашения. Геополитические сделки. Договоренности с Китаем. Это не геополитические сделки. Это экономические сделки. Это экономика. Ой, совместные улыбки еще не означают, понимаете, объятий. Господи, еще один вопрос. Сейчас, сейчас, подождите. Давайте что-то... Что такое? Все, Петр Ап. Петр Ап. Да, поспокойнее. Давайте просто точки на дыр оставим. Ну давайте правда поспокойнее. Ну что вы все так нервничаете? Петр Ап. Все сдали и сейчас ничего не выходит. Борьбы и предвыбранных деклараций. Я их чувствую. Поговорим немножечко поспокойнее. Хорошие исторические примеры приведены. Я еще один пример хочу привести. Это насчет того, что до какой степени можно Западу доверять. Это было больше 200 лет назад. Арман де Петанкур вернулся из Санкт-Петербурга, где он был послом императорской Франции. И его принял Наполеон. И стал жаловаться. Арман, этот новый посланник России, Толстой, совершенно обнаглел. Он от меня требует выполнения того, что я устно обещал Александру Тильзите. Ну мало ли что я наобещал. Я был экзальтирован. Почему я теперь должен это выполнять? В самом деле. Я хочу напомнить уже о событиях 20 века. Помните ли вы, как в Дейтоне Милошевичу сжали руку и называли балканским миротворцем? Что Босния-Герцеговина последняя жертва Югославии. Милошевич кончил жизнь в тюрьме Юго-Гагского трибунала, не получив медицинской помощи. Его уморили. Вы помните, как Каддафи убеждали, возьми на себя грех взрыва самолета над Локер-Би. Разоружись, и ты войдешь в наш клуб. Ты будешь достойным членом всего. Чем закончилось? Тем, что спецназ либо Франции, либо США навел этих бандитов на караван Каддафи, который был разбомблен, и его замучили. Поэтому верить словам нельзя. Только договор фиксированной бумаги. И то не обязательно, потому что из договора по ПРО можно взять и выйти. Конечно. А и нарушать договор о ракетах средней дальности. И поэтому выход у нас только один. Я совершенно согласен. Становиться сильнее, крепче и обязательно модернизировать наше оружие. Модернизировать оружие. Просто оружие модернизировать или экономику. Здесь у нас ссоро. И очень скоро начнутся новые переговоры. Потому что каждый раз переговоры о вооружениях, об ограничениях начинаются, когда оружие приобретает новое качество. Сейчас речь идет о сверхточном оружии, о гиперзвуке. Поле боя меняется. Переговоры обязательно начнутся. Потому что то, что касается гиперзвука, мы по крайней мере не отстаем, если не опережаем. Да, я просто допомню, что задача любой стратегии это нахождение преимуществ в конкретных направлениях, которые способны компенсировать недостатки во всем остальном. Но говорят только сильным. Можно уже как-то сказать. Да, говорят только сильным. Западу доверять нельзя. Звонит Трамп ночью Путину. Путин не берет трубку, следуя этой логике. Будет использована против нас. Просто, коль скоро вы уже сформулировали мысль о том, что Западу доверять не стоит. В общем, мы, наверное, исходим из того, что никто не доверяет ему или доверяет. Наши дипломаты больше нет. В Блумберге сегодня вышла в связи любопытная статья. Она так и называется. Почему Путин Западу не доверяет? Борис Борисович, ну хватит у вас там какая-то... Вечеринка. Вечеринка, в самом деле. Серьезная передача. Давайте Блумберг послушаем, что там у Путина с Западом происходит. США, в отличие от осторожной Германии, разговаривали с Советами как победитель с проигравшим, не придавая значения железобетонным обещаниям, данным Горбачёву и Шеваргнадзе. Советская власть деградировала так быстро, что заключать с ней соглашение не имело никакого смысла. Так что позже, когда Советский Союз пал и восточноевропейские страны захотели защиты победителей, не осталось ничего, что помешало бы взять их в НАТО. Это позволяет нам понять стиль Путина и его мировоззрение. Он убежден, что Запад понимает только силу. Что бы он ни говорил, западным лидерам это лишь прикрытие. Игра, которую, уверен Путин, Бейкер и Буш старший вели с Шеваргнадзе и Горбачёвым. Мировоззрение Путина – это всеобъемлющий цинизм и недоверие. И оно не безосновательно, учитывая рассекреченные документы ЦРУ. В общем, все понятно, да? Здесь абсолютно понятным языком объяснено, почему мы Западу не верим. Но вот у нас почему-то, я уже обращал на это внимание, только черное и белое вообще. Мы почему-то катком все время. Или плохо, или хорошо. Мы каких-то деталей, вот Никита Олегович, ты же вообще не замечаешь. Крым, Донбасс, ну сейчас, Борис Борисович. А например, что когда мы приняли ответ на дипломатические меры, тут же почему-то, это мы не заметили, возобновилась выдача виз вдруг во всех консульствах. Раз, это же тоже результат силового обмена. Почему-то, вот сейчас мы детально разведем, разберем случаи в сирийском небе, почему-то этот раптор ушел себе во своя оси, да, очень быстренько испугавшись нашего самолета. То есть, Борис Борисович, сначала вы, а потом мы разберем, что произошло в сирийском небе. Просто пару слов, чисто про матчасть, вот просто про матчасть. В том-то и отличается принципиально ситуация вот этих обещаний Горбачеву от того, что было и в Карибском кризисе, и в Крымском конференции, что тогда и в Карибской ситуации, и в Крымской были тексты на бумаге, подписанные. Ялтинская, Ялтинская, ну, Ялтинская, да. Карибский устная договоренность. Товарищи дорогие, Крымская договоренность. Есть телеграмма, подписанная Кеннеди, я вам предлагаю, раз-два. И Хрущев обсуждала политбюро, текст политбюро, и есть телеграмма Хрущева, 3-4. Здесь, в данном случае, нет абсолютно никаких документов. А что есть? Внимание, что есть. Действительно есть стол, на котором сидит Горбачев, у которого страна разваливается. И чтобы он быстрее подписал, он говорит, слушай, мы, наверное, не будем расширяться. Друзья мои, тут стоят взрослые мужчины. Вы понимаете разницу? Обещать девочке жениться. И жениться, на самом деле, да? Ну, что вы так объясняете? Наверняка, много раз в своей жизни девушкам намекали, я, наверное, на вас женюсь. А потом не женились. Вот так и тут было. Опытный Борис Борис, чепотный. Девушка разобралась, другая больше понравилась. Что вы, пеноски? Поэтому, пока вы не сходили в ЗАГС и не получили штамп в паспорте, нету никакого брака. Не подали заявление. Так и здесь. Нету никаких документов на этот повод. Это первая история. Вторая история. Борис Борис, секундочку, что сейчас в российско-американских отношениях может быть с ЗАГСом и штампом? Где? ЗАГС. Договор, подписанный на бумаге. Договор, подписанный на бумаге. Его не было. Его не существовало. Почему Горбачев его не добился? Это вопрос к нему, да? Но документа такого не было. Если бы он был, я говорю господину Афуину, конечно, была бы другая ситуация. Теперь по поводу Крым-Крым. Я вам еще одну вещь могу сказать. Слушайте, мы, Российская Федерация, говорим, ага, у вас в Украине был пуч, пришли там выгнали Януковича, вас нет, Крым забираем. Отлично, отлично. А что у нас было в 1991 году? Куда делся Горбачев и Советский Союз? Что происходит с ПРО? Послушайте, пожалуйста, ЗАГС, штамп, что есть. ПРО это другая история. Любая страна, включая Российскую Федерацию, вот в Российской Федерации тоже был договор, знаете, об участии в Совете Европы, да? И там было об участии в суде, там, и признаем решение Совета. Вы бросились в Крым-Крым, официально объявили договор. А сейчас участвуем. Вы вышли. Пока участвуем. Вы вышли. Вы что сказали? Был договор, значит, все будет хорошо. Был договор. Американцы выходят из договора по ПРО. Слушайте, что я здесь защищаю американцев? Это вообще непонятно никому, Борис Борисович. Вы только это поняли? За 10 лет того, как вы их защищаете? Я промотчасть говорю. Американцы выходят из ПРО. Это плохо. Мне это не нравится. Но они выходят в соответствии с этим договором. Опять американцев защищают, Борис Борисович. Совершенно случайно срываются на это. И не хочется, а получается. А когда мы Крым вернули, вот мы дико нарушили написанный на бумаге, ратифицированный парламентом договор о границах с Украиной. Знаете, я за него голосовал в доме. Борис Борисович, вы живете в мире. Матчасть учите, матчасть учите. Вы живете в мире. Матчасть учите. Договор был ратифицирован Государственной Думой. Ни кем. Ни одной из трех стран. Послушайте, вы путаетесь с Думбулаперским меморазумом. А договор о дружбе и нерушимости границ с Украиной был подписан и ратифицирован Государственной Думой. Борис Борисович. Но только 10 минут до этого говорили, что они правы во всем. Вы сколько управляли страной и до чего ее довели? Давайте не будем об этом, пожалуйста. Вы назначили полетбюро. Вы назначили Горбачева. Вот они живут. Давайте к современности вернемся. Разрушили страну. Сейчас мы ее строим. Михаил Михайлович, у нас вот есть модели. И Михаил Михайлович у нас есть, Ходоренок, который все знает. Михаил Михайлович у нас тоже есть, который нам что-то наконец объяснит. Можете к нам? Женя уже начал говорить о том, что несмотря на то, что и Путин вчера в очередной раз сформулировал, что мы не надуваем губы и вообще, конечно, едва ли есть смысл обижаться на российско-американские отношения, но выходит так, что работает только сила. Ведь так. Как только вот этот вот чудесный Су-35, который у меня сейчас в руках, его модель, решительно рухнул с 10 тысяч на 3, испугав американцев до беспамятства, американцы разошлись. И мы таким образом остались друзьями. Вот только сила работает. Никто никому не доверяет. И есть у нас сила. Вам какой? Наш Су-24? Порезборщик американский. Все-таки вначале возьму наш. Так, вот вы летите, сопровождаете колонну. Просто давайте поймем, что произошло. Вы летите, сопровождаете колонну. По пути уничтожать террористов. Для начала начнем с того, что все-таки есть определенная линия разграничения между действиями нашей авиации и действиями американской авиации. Она проходит не по Ефрату, как только что сказали по СНН, она проходит немножко северо-восточнее. Михаил Михайлович, ну секундочку, это не эфемерное понятие, то есть можно определить, кто был неправ в этой ситуации, линия конкретная? Во-первых, эта линия разграничения действий сторон установлена в ходе достаточно жестких переговоров между Россией и Министерством обороны. Американцы согласны с существованием этой линии? Мы ее установили, но когда обсуждение было очень горячо. Иногда дело доходило даже до взаимных угроз и ненормативной лексики. Но тем не менее, линия такая установлена, и с той стороны находятся сирийские демократические силы и курды, которых патронируют и опекают Соединенные Штаты. С этой стороны находятся проправительственные силы. Естественно, мы поддерживаем вооруженные силы Сирийской Арабской Республики. Летели два самолета Су-25. Это самолет непосредственной авиационной поддержки. Штурмовик наш самый роскошный. Это дозвуковой самолет с небольшой дальностью полета. Скажем так, не самая новая машина, хотя в новых модификациях у нее очень хорошие боевые возможности. Но тем не менее, как средство непосредственной авиационной поддержки, очень хороший самолет. Это на 3300 летел, Су-35 летел на 10, правильно? По американским данным, самолеты, два пара наших Су-25, как раз и нарушила вот эту воображаемую линию. И тут появился вот этот товарищ Раптор, да, F-22? Это машина пятого поколения. По всей видимости, он... Последняя самая американская. Нет, самая все-таки последняя у них F-35. Это тоже очень хорошая машина, выполненная по технологии стелс, с очень хорошим вооружением, действует в очень хорошей системе. Ну, действительно, он на поколение, на два превосходит вот этот самолет. Он, по всей видимости, вылетел с авиабазы «Эль-Джабер», которая в Куэйте, и опасно приблизился к нашему самолету. Насколько опасно, или мы не знаем? Вы знаете, вот таких норм опасно, не опасно, в общем-то, каких-то дальностей, ну, ни в одном документе не прописано. Но, тем не менее, он попытался вытеснить наши самолеты вот за эту воображаемую линию, опять-таки, по американским данным. Михаил Михайлович, это провокация? Отстрелы. Ну, отстрел тепловых ловушек, собственно говоря, он вот впрямую это самолету угрожать не может, но вообще-то это действие можно расценивать как провокационное, если наши самолеты находились в своей зоне. То есть провокация... Это опасно? Чем могло кончиться дело? Ну, собственно говоря, вы знаете, это и опасно, это и могло кончиться и столкновениями двух самолетов в воздухе, и такие случаи бывали, и это могло кончиться, в общем-то, даже и применением оружия с той или иной стороны. Ну, с вашей, видимо. Да. И надо прямо сказать... Серьезнее, Третьей мировой могло закончиться? Слушайте, ну не надо вот таких эпитетов. Давайте про детали все-таки, что произошло. Вот это принципиально. Не надо таких громких эпитетов. Это могло закончиться, собственно говоря, вооруженным инцидентом, скажем так. Ни мы, ни американцы, надо прямо сказать, ну не сильно в этом заинтересованы. Почему вот Олин, когда самолет появился, ушел Раптор? Ну, вы знаете, проявление силы всегда вот убеждает больше, чем наличие каких-либо дипломатических... Так мы вас к этому и склоняемся, собственно говоря. То есть мы должны проявлять силы. Как только появилась, хоть наша машина и поколение 4+, но это очень маневренный, хорошо вооруженный самолет, с прекрасной реакционной станцией. Вот. И как он только появился, ну, порешили за лучшее все-таки уйти в свою зону. Михаил Михайлович, объясните нам, пожалуйста, насколько действовал профессионально этот пилот и насколько решительно он рухнул с 10 до 300 метров. Вы знаете, это не мои слова. Это тоже, наверное, провокация с американской точки зрения. Представители военно-воздушных сил Соединенных Штатов отмечают очень высокую выучку нашего личного состава. И они отмечают, что наши летчики все время совершают такие маневры, которые надо еще подумать, могут ли сделать они. И как отмечают же наши же пилоты и американцы, в том числе, почему-то наши пилоты, наши пилоты все время оказываются в задней полусфере американской. Что это вообще такое? А это уже предпосылка к победе. Когда ты находишься в задней полусфере, так называемой ЗПС, то есть твои возможности уже на порядок лучше. Ты нажимаешь на гашетку и решаешь проблему одним нажатием, если в крайнем случае, если это необходимо. Понятно. Все. Но я представляю, если был не Су-35, а от П-50, который сейчас переименовали, то он бы, наверное, вообще... Уже Су-57. Да, уже его переименовали, Су-57. То это, наверное, Раптор бы вообще плакал в небе. Да, это точно. Спасибо вам огромное, что прояснили ситуацию, потому что, действительно, вот прямое доказательство, да, Никита Олегович, нам право сильного, право сильного. Крым, Донбасс нет, конечно, не только Крым, Донбасс, все происходит везде. Просто перекладывая инцидент в воздухе с самолетом российскими и американским, перекладывая все это на российско-американские отношения, Михаил Михайлович, то есть Россия по отношению к США все время должна находиться на позициях ЗПС, да? В задней полусферах. То есть на позиции сильного, чтобы им стало страшно, боязно, и они... Именно так. ...отошли в сторонку. Да, это правда. Будем понимать. Борис Борисович, что топливный бак оторвал ФФ-22. Это единственное, чем пока новородился Соединенным Штатам. Сергей Сергеевич сразу после рекламы нам тоже объяснит, что это значит все в геополитические, стратегические, в разрезе, уже не только задней полусферы, а вообще всех... Но задняя полусфера в политике, как это работает? Всех, всего эшелона российско-американских машин. Прерываем все на рекламу. Это программа в 60 минут. О самом-самом-самом главном пытаемся разрулить российско-американские отношения, выяснив при этом, где та самая задняя американская полусфера, ЗПС, новый термин, дипломатический военный эксперт Михаил Михайлович Ходоренок... Был военный, теперь дипломатический. ...предложил нам для разрешения всех проблем. Проблем немало. Еще один любопытный нюанс. Бизнесмен оказался настоящий, Дональд Трамп. В общем, мы догадывались, но здесь уже дело совсем далеко зашло. Так вот, Трамп предложил продать российскую дипломатическую собственность. Об этом сообщает Вашингтон-Поз со ссылкой на источники в администрации. Поговаривают, якобы, если верить тем самым источникам. Американский президент заявил об этом, о том, что надо все это дело продать, российское наше, на спецбрифинге с ФБР. Давайте прочитаем газету, как это было. У Путина были все основания считать, что после вступления Трампа в должность Россия вернут доступ к дипломатической собственности. После того, как стало известно, что администрация рассматривает варианты возвращения собственности, сторонники жестких мер в администрации мобилизовались. Позже ФБР организовала брифинг для Трампа в овальном кабинете. По заявлению участников на него принесли трехмерные модели зданий и карты. Играя на импульсе президента в духе Америка, первые официальные лица убедили Трампа в том, что русские использовали собственность для того, чтобы красть американские секреты. «Я сказал Рексу, что мы не отдаем собственность обратно русским», — сказал в какой-то момент Трамп. Позже он удивился потенциалу двух территорий и спросил, может, нам продать это все и оставить себе деньги? Кошмар какой. Видите, Сергей Сергеевич, тут история в том, что это не какая-то бульварная газетенка, это Вашингтон-Пост. А с другой стороны, когда Жириновский говорит, что надо продать Спаса Хаус, то есть это уже не кажется после таких заявлений вот какой-то таким эксцентричным заявлением. Это просто точно так же, как в США. Мы также возвращаемся к простой политике, где существуют определенные грани договоренности, когда они переходятся. И действительно, что является той подписью или печатью, которая дает себе такие гарантии, как говорил Булгаков, чтобы вот одна бумажка и навсегда. Броня. Броня настоящая. Вот здесь мы видим ситуацию, чтобы продать что-то ненужное, сначала это ненужное, а откупить, во-первых. А я полагаю, что вот эти товарищи... Так нужное же, нужное, оно не ненужное. Я в том, что сейчас мы видим, что Соединенные Штаты Америки у них сокращается очень сильно временной лаг. То есть, по большому счету, у них не так много времени для того, чтобы постоянно наращивать давление на Россию. И проблема не в том, что они действительно наносят удары по нашей экономике очень сильно. Они пытаются нанести удары по нашим союзникам. Но проблема в другом, что ресурсы всегда у всех ограничены. Соединенные Штаты Америки также прекрасно понимают, что есть Китай, который настолько увеличивает свои ресурсы, свои военные бюджеты, свои мощи. Растущая Индия, про которую мы забываем, что они начинают очень сильно не просто наступать на пятки, они как раз входят в эту заднюю полусферу. И вот как раз Соединенные Штаты Америки сейчас понимают, что у них есть полтора-два года для того... Нет, если ты входишь в заднюю полусферу, это наоборот хорошо. Ты все, ты гадил. А поэтому я и говорю, что именно Китай... Нет, я имею в виду вот эти военные термины, не китайские швы. Совершенно верно. Потому что Китай как раз настолько уже подгрызает Соединенные Штаты Америки, что им не смешно совершенно. Они прекрасно понимают, что Трамп увяз сейчас разборками с Россией и пытаться полностью задушить Россию. Но фактор времени на него играет. Его период конечен. Так вот сейчас, когда мы говорим о том, а можно ли верить этим договоренностям? Нет, конечно же, не стоит верить. Дело не в развитии экономики. Представьте, когда встречаются два богатых человека, а к ним подходит другой человек, не самый богатый, но просто с автоматом. И как-то перевес на его стороне будет автоматически. Другой скажет, я космически богат, не стреляй в меня. Но понимаете, в чем дело? Есть определенные инновационные технологии, которые сейчас чего-то стоят. Вот развитие этих технологий... А вы сейчас это так Россию описали, да? Не очень богатые, а с автоматом. Я говорю о том, что, например, 114 видов вооружения мы испытали в Сирии. Это новейшее вооружение. Многие из них недостижимы для Соединенных Штатов Америки. Это была не только красная пряпка, это была катастрофа. А теперь Соединенные Штаты Америки... А по бюджетам военным и не скажешь. А где они в этом делают? А у нас нет трехлевых баз. Представьте себе, сколько денег нужно, чем сто. Дело в том, что вот такой бюджет, который есть в Соединенных Штатов Америки, это бюджет, который может вполне себе позволить страна, которая печатает миловую валюту. Это нормально для них, абсолютно. Но проблема в том, что как только начнется любое столкновение в военной сфере, будет другой перевес. Вот представьте себе на секунду, если Россия способна творить то, что она творит на чужой земле, в Сирии, то как она будет биться за свою? Вы как Асад сейчас говорите? И вот тут приходит... Не, не совсем. Не совсем. Асад так сказал, Асад приписывает эту цитату. Ему приписывают, Сергей Сергеевич. Да. Может, вы первоисточник. Это термин, еще он идет очень давно, этот данный термин, и раз это его не изобрел. А кто на нас напасть собирается? На нас... Подождите секундочку, но вот тем не менее, Александр Вячеславович, вот эта вот мысль о том, что вроде такой бедник, я с автоматом, на самом деле какой-то северокорейской моделью попахивает, не очень, наверное, приятно перекладывать все это на нашу страну. Вот вопрос в чем? Нам, вот наши вооруженные силы, наша военная мощь компенсирует нам пока все остальное, позволяет нам сохранять суверенитет. Что такое суверенитет? Это независимость государства во внешних делах и независимость внутренней политики. Только это пока нас сохраняет, нас суверенитет сохраняет. Что такое национальная идея России? По сути, два слова. Это суверенитет и развитие. Да, вот мы себе суверенитет обеспечили, теперь надо обеспечить развитие. Все, все, что нам нужно. Сейчас Борис Борисович скажет, что национальная идея суверенитет и автомат. Сейчас можно несколько комментариев, Борис Борисович? Первое, относительно военной мощи. Нас не военная мощь держит, а только ядерная бомба. Больше ничего. А это не военная мощь? Да, это военная мощь, но это не танки, пушки и так далее. Созданная в Советском Союзе, а все абсолютно верно. Все мы созданы в Советском Союзе, так что чего уж тут? Второе. Сергей Сергеевич, не соглашусь, что у Соединенных Штатов есть ограничения. У них есть печатный станок, Бреттон-Вудская система, мы часто об этом говорим. А по поводу Индии, Сергей Сергеевич? Китай сдерживает? А по поводу Индии, это партнер Соединенных Штатов Америки, через который они строят Великий Шелковый Путь. А с Пакистаном что происходит? Теперь следующее, ребята, я хочу вас вернуть к актуальной повестке, не просто общей фразой, которую вы рассказываете. Актуальная повестка следующая. Владимир Путин за последнюю неделю сделал два дружественных шага в отношении Соединенных Штатов Америки. Под названием «Протянул руку Дональду Трампу». Сначала он разрешил русским спортсменам ехать на Олимпиаду, после унижения нас в МОКе. А после этого он на своей пресс-конференции несколько раз комплементарно высказался о Дональде Трампе. Один раз. А третий шаг, забыли. А третий шаг ему Трамп позвонил, он трубку снял. Тоже дружественный шаг. Итак, я хочу сказать, что произошло в последнее время. 2.29. Иными словами, Путин, начав избирательную кампанию, решил определенным образом позаигрывать Соединенными Штатами Америки. А дальше прилетели вот эти самолеты. Это ваша личная терминология. Дальше прилетели, друзья мои, вот эти самолеты. Куда прилетели? И именно потому, что не Трамп это делает, а делает Соединенные Штаты Америки. В тот момент, когда говорят, что флаги снимают в Сан-Франциско с наших гиппредставительств, просто случайно техническая вещь, кто-то не подумал, в Вашингтоне не знали. Чушь собачья, чистое политическое решение. То же самое, что и эти самолеты. Нас провоцируют не на какой-то локальный конфликт о применении силы, а нас провоцируют на возможную Третью мировую войну. Так и что, ну он же ушел. И что, он же ушел, Никита Леонидович, он ушел. А теперь относительно первичности политики и экономики. Секундочку. Послушайте, экономика, и здесь с Жириновским я очень редко с ним соглашаюсь, это чистая политика. Только политическая воля дает право принимать решения по экономическому росту. Сейчас, секунду, секунду, секунду. То, что было и в Советском Союзе. Секунду, секунду. То, что делал Путин в нулевые годы, когда он делал это с Грефом. Сейчас он забыл об экономике абсолютно, потому что его политическая система устраивает то, что происходит сейчас. 85 процентов, которые просто хлопают и говорят, как здорово, что мы живем в этой стране. 86, 86. Ой, что-то вы раздухарились. Здесь, как говорит Михаил Михайлович, надо что-то уточнить. Все, что говорит Никита Леонидович, всего лишь следствие того, что вчера сам признался, пресс-конференцию Путина не смотрел, потому что... Слышал, наверное, аплодисменты. Продоксальные выводы. Хорошо. Михаил Михайлович обещал что-то уточнить. Небольшое уточнение по поводу стратегических ядерных сил, вооруженных сил Российской Федерации. Во-первых, они не при Советском Союзе уже сделаны. В значительной степени уже за истекшие 25 лет произошло и перевооружение, и переоснащение на радикально новые системы. Это касается и дальней авиации, это касается и военно-морского флота. А подводные лодки одни болеют, чего стоят? А сработки в красной кнопке? Батилька, ну вы если не соображаете в этом деле, ну как-то воздерживаетесь, вот честное слово. Никита Олегович, вас слышали. Нет, есть еще и передняя полусфера, это для вас. А передняя тут, да. Так, Михаил Михайлович, продолжайте. По поводу красной кнопки и чемоданчика. Ну надо хоть немножечко в этих вопросах соображать. У всех своя кнопка, у каждого носителя, и на подводной лодке, и в каждой шахте. И президент дает команду только на применение и на разблокировку. Никакой он там красной кнопочки. Вы кино насмотрелись? Не учите меня жить. Американская, причем голливудская, теперь рассказывает экспертам Министерства обороны. Никита Олегович, трогательность. Я был на атомных подводных лодках. Появился у нас новый термин. Помимо задней полусферы, передняя полусфера. Давайте прерываться немедленно на рекламу. Ключей на подводных лодках нет. Что-нибудь понять после. Это 60 минут. Конечно, Никита Олегович. Конечно. Шесть минут довести остается, а катастрофически мало времени у нас. Но не можем вам не показать еще один эпизод, связанный с вчерашней перерывской конференции Владимира Путина. Не только СНН транслировали, транслировали украинские каналы, и вот еще один американский канал. В общем, украинцы выдали свои мечты за реальность. Вот видите, Владимир Путин, президент Украины. А может быть и свои страхи выдали за реальность? Непонятно. Выдали то, что выдали. Владимир Путин, президент Украины. Что с этим делать, теперь непонятно. Борис Борисович, вы обещали нам что-то рассказать. Ну да, я просто хотел вернуться к истории. Тут постоянно такая, что на нас не нападают, только потому, что у нас там армия большая. Знаете, на самом деле армия, конечно, особенно ядерное оружие, согласен, сильно как бы сдерживает желание напасть. Но вы знаете, какая история? Существует масса больших стран, на которых тоже никто не нападает, и у которых нет ни ядерного оружия, ни военных расходов, даже близко похожих на наше. Вот я вам скажу, я вам скажу. Вот, например, есть такая страна Бразилия. Большая страна, население больше нашего. Окружена, окружена странами, с которыми она много раз воевала. Много раз с Аргентиной воевала, с Пиру, сколько только не воевала. А Режим сколько раз менялся по решению штатов? Теперь дальше. Никто на это в Бразилии не нападет. И знаете почему? Могу сказать, почему. Борис Борисович, а что вы игнорируете? Ну это справедливо, Сергей Сергеевич вас спрашивает. Уже никогда не будет войн между большими государствами, в которых демократические режимы. Мы же вам говорили про суверенитет, Борис Борисович, про смену режима, то, что произошло в Бразилии. Сейчас, 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 сейчас. Нам бабу в грузу выкинули. Дайте договорить. Лучший пример в этом как раз печальная судьба Советского Союза. Печальная судьба Советского Союза. На момент распада моей родины в 1991 году, на этот момент советская армия была сопоставима с американской во всем. У нас был Варшавский договор. Военная мощь была в пять раз больше, чем сейчас. Но вы так хотели развала Советского Союза. И что? Поэтому не военная мощь защищает страну и суверенитет. Вовсе не это. А страну и суверенитет защищает, внимание, нормальная человеческая жизнь людей и их доверие к собственному руководству. Вот это защищает реально. И у коммунистов было доверие там руководству. Представили, там было. Все шло, были велики. Упало доверие. И никакая советская армия, которая больше российской в три раза, чем сейчас, не спасла. Вот в чем дело. Пусть всемирно, Борис Борисович. Петр Рафаевич, я просто одну секундочку, одно замечание. Я вспомнил один кадр, и по СНН показывали про Бразилию. Вы упомянули лет, наверное, семь назад. И что-то вроде таких вот лозунгов. Посмотрите, это наши этаноловые поля. Американцам говорили, указывая на Бразилию. Вот этому вот вам. Поэтому не надо путаться одно с другим. И страна, у которой нет суверенитета, она, конечно же, не будет объектом нападения. Армия, конечно же, нужна. Это абсолютно точно. И вовсе не те факторы защищают суверенитет страны, о которых говорит Борис Борисович. Потому что мы знаем массу стран, которые обладают теми качествами, которые Борис Борисович так ярко упомянул. Но суверенитетов они не обладают. Например? Например, ФРГ, на территории которой находится 200 ядерных зарядов США, которым Германия не имеет никакого доступа и не командует ими. И кто канцлер ФРГ, решает Трамп. Я правильно понимаю? Кто король Японии, император Японии, тоже решает. А что решает император Японии? В 21 веке это решать не надо. Не надо? Не надо. Люди действуют, будучи избранными по своим демократическим процедурам, так как предполагают взаимоотношения. Кстати, есть такой апокриф политический о клятве канцлера до 2045 года. И, как вы помните, Германия так и не может свое золото вывезти из Америки. Если, по-вашему, это суверенитет держать на территории чужое ядерное оружие и не распоряжаться своим золотым запасом, то такого суверенитета я России не желаю. Да, Белева, Борисович. Ну или еще жуткая история про то, как Ангела Меркель, Борис Борисович... Стесняюсь спросить, а ваше активы в какой стране лежат? Мы их сами туда положили. Они у нас диверсифицированы. Мы зависим от них. Мы зависим от США. Ну скажите, да. Конечно, нет. А кто же не зависит? Ну, наконец-то, наконец-то. Все бабки наши находят сам. А русские люди сидят... Говорите за себя, Никита Олегович. Николай Олегович, я умею кричать громче вас. И запомните простую вещь. Сильное слово никогда не изменяет сильную мысль. А кто делает, когда страна требует вернуть свой золотой запас и не получает назад? Другое дело... Подумайте о своей стране. Да перестаньте вы кричать. Не думайте, да, отлично, перестаньте кричать. Вы как барахер, когда хотите, приводите пример цивилизованных стран, а как только вас тычут носом, вы сразу говорите... И еще совсем крошечный пример, когда выяснилось, что Ангелу Меркель раз прослушивали, а потом во Франкфурте на Майне построили вообще специальное здание для того, чтобы читать ее сообщение. Тоже ничего, она не смогла этого противостоять. Буквально на 30 секунд у нас остается. Я просто хотел сказать, мы говорили об этих дачах, ведь когда их отдавали эти участки в 1972 году, а другой еще раньше, никаких не могли при холодной войне Соединенные Штаты Америки и ЦРУ отдать эти нам участки, потому что они бы никогда не допустили. Сейчас они голословно обвиняют Россию в том, что мы собираемся противодействовать и делать разведку данных. Вести сейчас. Игорь Кожевин, студия Вести. Новые подробности о задержании террористов в Петербурге. Что удалось следователям выяснить, Игорь? Да, коллеги, шокирующая, конечно, информация. Расскажем подробно уже через несколько секунд. Смотрите Вести. Спасибо большое, это 60 минут. Смотрите программу Вести. Всего доброго, до свидания, увидимся. Теперь уже понедельник. Спасибо огромное. Спасибо большое.